Добрый вечер! Добрый вечер! В первую очередь я сертифицированный бизнес-тренер, владею технологиями именно как обучать взрослых людей. Я вижу знакомые фамилии, соответственно, знаю, что многие знают и были у нас уже в нашем центре, были у меня непосредственно. Поэтому спасибо за приверженность. Ну и добро пожаловать тем, кто видит меня впервые и вообще впервые у нас в центре. Поэтому в первую очередь я практик. С 18 лет я владелица бизнеса, в моей карьере были разные периоды, штатные работы, когда нужно было договариваться с вышестоящим руководством или договариваться с госорганами, где очень часто переговоры проходят именно в жесткой такой вот теме, и никто не готов тебя слушать. И последние 15 лет, помимо того, что я действующий руководитель, действующий бизнесмен или бизнесвумен, как правильно, да, конечно, все эти 20 лет своей карьеры я практически всегда ежедневно использую переговоры. Они не всегда бывают эффективными, вот далеко не всегда. Некая такая утопия, когда люди говорят, что можно договориться обо всем всегда и при любых условиях. Поскольку мы разговариваем не с машинами и нельзя запрограммировать какой-то выход, то, конечно, мы заранее не знаем. Но другой вопрос. Есть нечто, некие пункты, которые, в принципе, наши власти, и мы можем их воплотить в жизнь. Итак, поскольку последние 15 лет я специализируюсь именно на обучении, обучении именно руководителя, поскольку топ-менеджерский состав, чем выше, тем сложнее переговоры, то, соответственно, жесткие переговоры – это тема, которая, можно сказать, выстрадана уже жизнью и практикой. Итак, цель курса самого, то есть сегодняшнее мероприятие – это некий такой небольшой, приоткрывая дверцу для того, чтобы вы понимали, а что же будет на самом курсе, да, если и стоит ли идти или не стоит. Согласны со мной? Если курс стоит денег. Давайте посмотрим. Цель самого курса в жестких переговорах, поскольку это всего 4 вечера, это научиться отставить свою позицию в жестких переговорах, когда вы не на равных условиях, когда заведомо знаете, что вы идете на переговоры, и там, возможно, большой босс, или, возможно, человек, о котором вы уже наслышаны, что в общем и целом, он матом не ругается, как говорят, он на нем разговаривает. Да, и далеко не все, если особенно это женская особь в переговорах, она не всегда психологически готова, так, чтобы с ней так разговаривали. Но при этом, если вы работаете в какой-то сфере, где вам это нужно делать, естественно, у вас не стоит выбор, вам нужно идти на такие переговоры. Научиться распознавать манипуляции, потому что часто меня спрашивают, а как вот противодействие манипуляции в переговорах? Для того, чтобы противодействовать, сначала надо понимать, что это вообще манипуляция, потому что есть подмена понятий, где манипуляция, а где все-таки переговоры. И в курсе мы тоже будем проходить, какие-то манипуляции, возможно, вы будете использовать в своей работе, потому что ряд манипуляций, против них работают только другие манипуляции. То есть надо знать, где какие условия, и во благо себе это. Конечно, освоить навыки, потому что курс жесткий переговор – это тренинговый формат, это 30% теории, 70% практики. И вы будете, я специально буду делать такие кейсы, когда вам нужно будет противостоять против агрессии и давления. Уж простите, но самая лучшая учеба – это все-таки в классе, для того, чтобы потом быть более уверенным, как минимум быть готовым к тому, что в реальных переговорах могут так действовать. Конечно, повысить эффективность вас, как участников проведения больших переговоров, больших с точки зрения суммы, например. Когда говорят торг, я не говорю про рынок, купить помидоры за 5 рублей или за 7 рублей – это не об этом. А именно, когда идут миллионы, миллиарды, когда на кону стоит, возможно, огромная корпорация. И вы, как представители этой корпорации, должны вести как-то переговоры в рамках «защищая», например, свою корпорацию. И получить, конечно, знания и навыки, как применять вообще стратегию жестких переговоров, при этом сохранять свое внутреннее состояние, внутренний баланс. Потому что переговоры, они все равно краткосрочные. Мы же не 24 часа в сутки переговариваемся еще и в жесткой форме. Все-таки мы выходим, у нас есть семьи, у нас есть любимые, у нас есть хобби. И как сделать так, чтобы все-таки после переговоров, особенно у кого профессия переговорщика, то есть вы часто с этим сталкиваетесь, чтобы, в общем-то, вы полюбили эту профессию, несмотря ни на что. Вот такая вот, в общем-то, тема самого курса. Но что мы успеем в рамках того времени, которое нам выделили для вебинара? На задачах вебинара я постараюсь все-таки раскрыть темы, разобраться вообще, кто виноват в изникновении жестких переговоров. Любит русский народ. Кто виноват? Ну, а потом следующий вопрос, что делать? Поэтому разберем структуру переговоров, насколько, ну, так, чтобы все-таки было понимание, в какой момент они могут возникнуть и где, в общем-то, мы их можем не ожидать. Ну, и чего можно добиться, даже если на вас давят и вами манипулируют при любых условиях. Давайте так, давайте поразмышляем сначала. Есть уже определение у вас на слайде, что же такое переговоры. Поскольку у нас есть курс еще эффективные переговоры, и я даю именно гарвардскую технологию, то есть это европейский формат, так, как учат в Гарварде. То есть те, кто закончил Гарвард, они прекрасно знают, как вести переговоры. Но в Гарвардской технологии нет понятия жестких переговоров, вот как в таком масштабе, потому что гарвардская технология, она достаточно демократична, она мягка. А в жестких переговорах это некие такие пушеры, как говорят, пуш, да, то есть они давят. И может быть, это стратегия, может быть, тактика, может быть, еще сейчас будем разбираться. Но вот если говорить о классическом формате переговоров, это все-таки процесс, определенный процесс. Когда взаимодействуют несколько участников, ну, может быть, два, один на одного, может быть, группа, дабы выработать некую согласованность дальнейших действий. Это все про эффективные переговоры. А вот каковы условия жестких переговоров? Ну, в первую очередь, это позиция, когда изначально ставится позиция человеком – выиграл, проиграл. Я неоднократно сталкиваюсь в переговорах с людьми, которые, в общем-то, даже когда и нет никакого смысла давить, они все равно давят. Нет привычки, понимаете, вот нет этой культуры ведения переговоров так, что рассмотреть, что на самом деле, может быть, вин-вин, да, есть понятие. Вин-вин, выиграл, выиграл. И неоднократно на курсах делаю эксперимент, когда прошу, например, встать друг напротив дружки. Если у кого-то сейчас из вас есть люди рядом, вы можете просто встать и опереться на вытянутых руках друг против друга. И попробовать давить, да, вот ладошками друг друга, и попробовать сделать так, то есть ваша задача, чтобы человек сделал шаг. Что обычно происходит? Противоборство начинает бороться. И получается, тот, кто физически сильнее, например, если оппоненты не равны по физической силе, естественно, он его сдвинет. А можно же пойти другим путем. Ведь не стояло вопрос победить, стояло вопрос сдвинуть. Если внимательно послушать, да, то, что я говорила, был вопрос именно сдвинуть. Если вы возьмете в этот момент, просто сделайте сами шаг назад и ручки или ручки, да, вот так вот на себя, в груди, тому человеку, раз он на вас давил, придется сделать шаг вперед. К вам, навстречу. Поэтому я даже на физиологии всегда говорю, что будьте несколько терпеливы, да, для того, чтобы добиться того результата, и вовсе не означает, что нужно обязательно давить. Но при этом такие технологии люди применяют. Итак, бывают еще участники, когда изначально участники противники, то есть в общем и целом, по каким-то причинам уже был какой-то соревновательный эффект. Это конкуренция, например, возьмите любые торги, например, государственные какие-то услуги, да, когда борются. Там просто один победитель не бывает. Или в спорте, да, вот на Олимпиаду. Действительно там участники противники. И как бы сейчас ни говорили о том, что это некорректно, вот не посмотрели, когда медаль выдали или не выдали, да, но на самом деле они противники, и не так просто сразу сориентироваться на то, что люди противники, естественно, они будут давить. Что еще может быть? Когда цель взаимодействия – победа для себя. То есть человек идет в переговоры только ради того, чтобы победить, а все, что будет вокруг, совершенно не имеет никакого значения. Тогда действительно, в общем-то, мы попадаем в разряд жестких переговоров. То есть это некая основа для того, чтобы попасть в это. Когда бывает единственный приемлемый вариант решения ваш, то есть вы перестаете слышать. Или оппонент, да, если даже не вы ведете жесткие переговоры, а на вас, то есть по отношению к вам жесткие переговоры, получается, что человек каким-то образом принял решение, ну, например, когда жесткие переговоры бывают. Бывают в семье жесткие переговоры? Бывают. Поколение не просто так говорят отцы и дети, да, вот когда родители, или мы возьмем метафорично, перенесем это на любое предприятие, директор считает, что у него есть власть, но она у него действительно есть. И при этом он не ценит, не доверяет по каким-то причинам своим сотрудникам и считает, что они некомпетентны. Хотя мы четко понимаем, что любой генеральный директор не может быть компетентен во всех вопросах. Например, есть генеральный директор, а вы начальник отдела, там, бухгалтер, да, или там еще какой-то. И явно ваш генеральный директор никогда бухгалтером не был, у вас компетенции больше. Но при этом, применяя власть, зная, что есть власть, человек может себя вести не совсем подгородской технологией, скажем так. Ну, и когда требуют уступки, как условия продолжения переговоров, да, то есть изначально давят, мы встретимся с вами. Если вы нам дадите 20-процентную скидку, то есть еще непонятно, про что, какие объемы, еще что-то. Если не даете, или там, вы, например, филиал западной компании, вам говорят, ну, мы работаем только с российскими компаниями. То есть хотя нигде, ни в каких законах не написано, так, чтобы там не обращать внимания качество. То есть фактически не вступают в переговоры, а уже начинают требовать. Конечно, это тоже уже из разряда жестких переговоров. Когда не доверяют другим. Любое недоверие в переговорном процессе тоже приводит либо к манипуляциям, потому что люди не доверяют, да, начинают закрываться, либо вообще к такому очень сильному давлению интонационному, как минимум. Когда твердо придерживаются только своей позиции, потому что очень важно, чтобы эффективных переговоров, один из глобальных таких масштабов, и мы на тренинге как раз этому учимся, видеть много вариантностей. Как только в тупик человек, ну, представьте, человека в тупик заводят. Он же превращается не совсем в человека. Он же начинает защищаться, обороняться. И это естественно. Ну и, конечно, когда скрывают свои подспудные намерения, то есть на самом деле на вас начинают давить, потому что за этим что-то стоит. Ну, к примеру, да, вот видела не так давно, как проводят собеседование в рекрутинговой компании. То есть по-хорошему всегда рекрутинговая компания, именно компания, которая ищет топ-менеджеров, то есть вот высокого уровня, проводила собеседование с кандидатом. И в таких агентствах, как обычно, с кандидатами очень ласково, потому что задача не кандидата задавить, а задача продать этого кандидата некой компании. Но я не увидела такого мягкого собеседования. Наоборот, собеседование было очень-очень грубым, можно сказать, с провокационными вопросами, ну, как называют стресс-интервью. То есть вы вот это не знаете, то есть вы вот говорите сейчас, что нет у вас таких навыков. То есть вот действительно, вот таким разговором кандидат, несмотря на то, что он на высокую позицию, даже впал в некий ступор, потому что обычно, то есть он не готов был сам физически, чтобы в агентстве проводили. То есть это не сам работодатель, а только агентство. И оказалось, что действительно, почему так произошло? Казалось, что рекрутер понимал, что этот кандидат идеально подходил тому работодателю, который делал запрос. Но при этом у работодателя, как обычно, есть вилка, да, говорят, зарплата будет вот от, ну, к примеру, там от 200 до 250, а кандидат просил 350. И дабы снизить ставку кандидату, потому что если бы она ему впритык сразу же начала предлагать и говорить, да, есть у нас вот такой работодатель, ну, правда, зарплата вот такая, ниже ваших ожидаемого варианта, да, он, может быть, просто встал бы, ушел, сказал, нет, мне это не устраивает. И имея подскудное как раз намерение, чтобы кандидат снизил ставку, да, она начала искать его какие-то слабые места. Слабые места у всех есть. Для того, чтобы потом сказать, ну, хорошо, вы знаете, вот, ну, с такими навыками, которые у вас есть, я думаю, что, ну, максимум вот в компании, ну, и, соответственно, говорить там низкую самую сгамку, там, по-моему, 200 тысяч. Тем самым это вот как раз тоже из разряда жестких переговоров, да, когда вот даже не понимаешь, там не должно было быть таких вот, такого собеседования. Все-таки давайте разберемся, а кто же виноват в возникновении жестких переговоров? Все виноваты. Ну, я вам так, чтобы, раз такие жесткие переговоры, немножко, скорее всего, заинтересованное лицо. Кто не умеет коммуницировать правильно? Да, может быть, специально. А теперь смотрим на слайд. Это не крокодил Гена, это не про это. Виноваты Гены. Ну, просто во множественном числе. Я про что? Конечно, со мной все в порядке. Не просто так я этот мультфильм встретила. Вспомнила то, что в нас заложено генетически. Вот оно, строение мозга. Конечно, это мозг очень сложный орган, но при этом, что нам важно знать, как любому переговорщику, кто вообще в переговорный процесс входит. Ну, во-первых, строение мозга, оно обуславливает как раз генетическую некую память. И вот, если вы сейчас посмотрите, видите, такое желтенькое, оранжевое, вернее, медалевидное тело – это рептильный мозг, мозг рептилий. И мы им не думаем. Там генетически, то есть на уровне инстинкта заложен. Мы уже рождаемся с тем, что как только мы видим некую угрозу, неважно, мы видим даже не угрозу, мы еще не понимаем, что это угроза, видим некий предмет или видим какого-то человека, мы его начинаем оценивать через зрительный канал, попадает через, соответственно, нейронные связи, попадает это все в рептильный мозг, и мозг очень быстро, за долю секунды оценивает, это враг, то есть стоит его бояться или не стоит бояться, либо это, соответственно, друг. И вот у мозга рептилий основная функция – это спасти наше тело, в котором он живет, в котором он находится, потому что если вдруг тело повредится, то, в общем-то, есть риск, что и мозг повредится. Как я говорю, у нас есть нечто, чем мы и сами не можем думать, это на уровне генов. Так вот, укусить или убежать? И вот очень часто жесткие переговоры как раз возникают из-за того, что, с одной стороны, прекрасно кровообращение рептильного мозга, то есть если люди начинают защищаться, значит, там все хорошо, мозг жив. С другой стороны, на кого это похоже? Почему называется рептильный мозг? Ну, потому что этот мозг есть у всех рептилий, мы им не думаем, понимаете, это на уровне инстинктов, как можно проводить переговоры на уровне инстинктов. Поэтому, в общем-то, просто запомните, когда возникают жесткие переговоры, то на самом деле в этот момент перед вами не человек. Это, можно сказать, рептилия, да, сейчас в кавычках, конечно, в человеческом теле, но мозгом человека он в этот момент не думает. Он начинает защищаться, он начинает нападать. То есть, в общем-то, в этот момент конструктивных переговоров не может быть. И, знаете, неоднократно на курсе, особенно по жестким переговорам, когда мы моделируем ситуацию жестких переговоров, я останавливала ролевую игру, потому что включался рептильный мозг. Есть такое понятие, как захват медалина. В юриспруденции есть такое понятие состояния аффекта. И вы знаете, в игровой форме люди, которые находятся в аудитории, четко понимают, что сейчас это нереальные переговоры, там не стоит это между жизнью и смертью, что-то решает. Просто игра вот здесь, находясь за партой. Рептильный мозг включается первые 20 секунд. Парадокс. Я это наблюдала уже неоднократно. И когда, особенно если я включаю камеру и снимаю это, и я в последнее время стала именно практиковать, потому что я никогда не знаю, включится рептильный мозг там или не включится, очень интересно за собой потом посмотреть. Вы можете увидеть на физиогномике даже, что происходит с лицом, что происходит с телом в этот момент, почему вы так реагируете. Но это если вы включаете жесткие переговоры, то есть мы же тоже можем быть виноватыми в том, что сами спровоцировали. Но бывает и обратная сторона. Вы видите, укусить или убежать. Можете включиться и убежать. И против нас, то есть если с той стороны сильная личность, а мы начинаем убегать, то есть с нами ведут переговоры, а мы начинаем убегать. Это жутко раздражает. Я говорю, сиди, давай поговорим. А мы включаем как-то ящерица. Нет, я побежала и хвост отбрасываю. Конечно, у сильного, ну в детстве кто ловил ящериц, ловил кто-нибудь ящериц, ловили. Что мы делали? Она убегает, а мы за ней бежим. Мы начинаем жесткие переговоры проводить фактически, если так вот на животном мире. Мы все равно бежим. Она убегает, она боится. Мы не прекращаем за ней бежать. Нам еще больше хочется ее поймать. И поэтому это вот на генетическом уровне. Если от нас начинают убегать, нам хочется догнать. То есть если вы как-то ящерица начинаете убегать, вы провоцируете человека давить на вас. Ну вот как на пальцах, скажем так, если объяснить. Но рептильный мозг, конечно, у нас не единственный, слава богу, иначе бы мы остались на уровне рептилий. У нас есть еще, называемая, лимбическая система или эмоциональный мозг, называемый театр чувств или мозг млекопитающего. И этот мозг, он, видите, как желтой перчаточкой, как раз обволакивает, находится, защищает наш мозг рептилий. И они вместе уже очень-очень много находятся. Рептильному мозгу 100 миллионов лет, а лимбической системе 50 миллионов лет. То есть нейронные связи настолько между этими двумя участками мозга выстроены прекрасно, что они превалируют. Они действительно превалируют. И как только мы получаем некий знак, мы получаем какой-то объект, практически всегда сваливается, как говорят, никогда нельзя создать первое впечатление второй раз. Вот оно первое впечатление, потому что сразу же идет туда. Первое, что оценивают, это как раз рептильный мозг. Ну и лимбическая система как раз это то, как мы, что у нас с выражением лица даже происходит в этот момент. То есть у нас начинается, может быть, гримаса, или мы начинаем опускать глаза, опускаем голову. Когда нам страшно, что мы делаем? Женщины, когда страшно, что делают? Они поднимают плечи. Немножко голова как бы уходит в плечи. Немножко. И почему это происходит? Потому что где шея, по бокам, у нас сонная артерия. И это чревато. То есть если будет затронута сонная артерия, то действительно человек погибнет. И поэтому на инстинкте мы поднимаем плечи, потому что физически женщина гораздо слабее, поднимаем плечи для того, чтобы просто прикрыть, защитить вот себя в этот момент. И на переговорах мы даже не замечаем. Например, вы на невербалике берете и поднимаете плечи. Вот так чуть-чуть. Я не говорю сейчас прямо до ушей. Да, вот чуть-чуть. И это все опять же идет через зрительный канал вашего оппонента. Ну вот я вам сейчас говорю, я это все знаю. Когда я иду в переговоры, конечно, я смотрю на невербалику в первую очередь. Потому что что бы мне ни говорил в этот момент оппонент, видно все как раз на теле, на лице. Если девушка или женщина, которая ведет со мной переговоры, делает такой жест, я, естественно, буду давить. Она уже испугалась, она уже показала, что она слаба. И можно осознанно давить, если есть в этом смысл. Можно, в общем-то, и не трогать. Но при этом она уже показала, что она боится. Понимаете, вот такие вот вещи, по чуть-чуть. Да, и вот когда смотришь на человека со стороны, и на курсе у вас будет такая возможность, как раз играем, да, остальные, например, смотрят, вы будете смотреть за невербаликой. Это видно. Соответственно, когда вы знаете такие вот приемы, да, вы будете понимать, как свое тело-то контролировать, так чтобы как раз не допускать, чтобы на вас давить. То, что где-то что-то было показано. Ну, и есть, касаемо лимбической системы, это есть у всего млекопытающего мира, я уже говорила, да, но единственное, чем мы отличаемся, у нас есть участок мозга, это кора головного мозга, это неокортекс, так называемый визуальный мозг, мозг примата. Вот там именно этот участок мозга отвечает за конструктив, за вариации какие-то, вариативность, да, вот когда мы можем не только упереться, я победитель и все, я вот хочу отобрать этот кусок сыра. Именно этим мы мозгом можем подумать о том, что так можно его разделить, можно его там, не знаю, культинировать как-то, начать производить, да, ведь мыши же, несмотря на все, или крысы, на которых опыты проводят, они же не стали производить сыр, а люди стали. То есть зачем делить одну головку сыра, когда можно еще пойти надоить корову, там сделать определенные манипуляции, и сыра будет всем хватать. Этим отличается человек. Поэтому с точки зрения жестких переговоров я бы рассматривала два формата, почему они вообще возникают. Ну, во-первых, это не очень хорошо развита нейронная связь между визуальным мозгом и лимбической системой, и человек по привычке скатывается, поскольку визуальному мозгу всего от полутора до трех миллионов лет, да, очень молодой, нейронные связи еще генетические, они очень слабы. Но на самом деле с поколения в поколение, смотрите, все меньше и меньше у нас происходит таких жестких переговоров. Меньше в любом случае, хоть у нас там глобально всегда говорят, есть где-то какие-то войны, да, в мире, но сейчас, имея огромное количество стран ядерное оружие, и, в общем-то, могли бы жесткие переговоры проводить, но научились сдерживать себя. То есть мы эволюционируем, я сейчас про людей в массе, мы эволюционируем, и я надеюсь, что через, может быть, несколько десятков лет такой курс и не нужен будет. Люди научатся быть все-таки более цивилизованными, не проводить жесткие переговоры. То есть вот жесткие переговоры по большей части, это все-таки превалирует в некоторых нациях, ну, в том числе и в России. Итак, почему вы попадаете в жесткие переговоры? Ну, во-первых, это радостная новость. Значит, вы сильны, очень сильны. Если вы не убегаете в этот момент, да, как ящерица, да, то это означает, что человек подумал, да, ваш оппонент, что он не чувствует себя намного сильнее вас, и он считает вас опасным, то есть его мозг, то есть если это такая же сильная личность, как вы, например, профессионал, соответственно, у него включается рептильный мозг, бороться, значит, вы сильны. И важным противником он будет демонстрировать свою силу, давление, как, в общем-то, признак неуверенности в своем успехе. Очень часто сильные личности, действительно, у которых есть власть, есть там деньги, есть еще там, да, вот все атрибуты, они не ведут жесткий переговор, они разговаривают ласково-ласково, тихо-тихо. Ну, пример. Сталин. Ему не нужно было кричать. К ним уже прислушивались. Он вел планерки, чуть ли не шепотом. В общем-то, не нужно. Он и так знал, что он сильный. Ему не нужно было ни с кем соревноваться. Поэтому одна сторона медали. Либо вы показали, что вы слабы, и, в общем-то, именно поэтому получили жесткие переговоры, слишком. Либо, наоборот, вы очень сильны, вы готовы, и тогда тоже мы получаем, возможно, как раз жесткий переговор, какое-то влияние имеете. А еще бывают такие моменты, когда просто у человека нет желания долгосрочных отношений. Кстати говоря, вот все семейные ссоры, вот именно ссоры по-жесткому, когда бьется посуда, когда еще что-то происходит, оно же происходит из-за того, что люди, опять же, никак не научатся коммуницировать просто эффективно. Вместо того, чтобы сказать, сесть на стол переговоров, бы сказать, мне не нравится там то-то, я бы хотел, чтобы ты там готовила вкуснее, или я бы хотела, чтобы ты больше денег зарабатывал, ну, не знаю, все-таки бытовые какие-то моменты, или начинают шуметь, кричать, потому что они уже для себя решили, что им не по пути. И вот как только они решили, что им не по пути, они не знают, как это сказать по-человечьей, нормально, и начинают проявлять своему оппоненту, соответственно, вот такие вот очень резкие выпады. На самом деле, они просто уже решили, что они не хотят вместе, и специально думают, ну, я сейчас накричу, я сейчас буду себя вести неадекватно, и человек уйдет. Вот как-то так. То есть человек осознанно, а может быть неосознанно, ряд людей неосознанно это делают, для того, чтобы вот они не хотят больше вас встречать на пути, и, ну, правду сказать не могут. Вот такая бывает ситуация. Поэтому, если, что еще может быть? Ну, знаете, такие критические признаки переговоров, игра с нулевой суммой. То есть выигрыш одного, например, означает проигрыш другого. Да, ну, я вам пример приводила. Это в спорте может быть, но там нет переговорного процесса. Да, ты там либо бежишь, либо прыгаешь, либо еще какие-то действия делаешь. Часто жесткие переговоры, и почему вы можете попасть сами в жесткие переговоры, если у вас есть спортивное прошлое. То есть особенно достижительное. То есть у вас очень развитый будет вот этот вот достижительный эффект. Это будет занесено в вашу метапрограмму, в ваш угол зрения, да, и чуть что, если против вас, вы начинаете, например, на повышенных тонах разговаривать. Типично для легкоатлетов. Типично. То есть вообще в любом виде спорта, где вот я первый, да, вот не в командных видах спорта, там не про футбол, там волейбол и так далее. Вот. Либо с обратной стороны то же самое происходит. Причем не всегда в боевых искусствах. Как раз кто занимается боевыми искусствами, особенно если это восточное боевое искусство, так там целая философия для того, чтобы люди не включали именно рептильный мозг, да, но могли его управлять, чтобы они осознанно там бить или не бить, потому что они владеют некими технологиями, это чревато просто смертельным исходом оппонента. А вот как раз просто достижительные виды спорта очень часто. То есть когда в переговорный процесс входишь, я вижу, что человек начинает давить, прям вот может быть в самом начале или где-то в процессе, я даже перевожу порой на юмор и спрашиваю, вот прям, неважно в каком контексте, о чем вы говорили, дабы как раз сбить с песни несколько с человека. Говорю, ой, извините, пожалуйста, Виола, вот извините, пожалуйста, но допустим, мы с вами в переговорах, Виола, вот никак не могу, смотрю на вас, судя по всему, каким-то спортом занимались, да, с каким? Во-первых, немножко тормознется вот эта спесь, а во-вторых, ну, ни разу, честно могу сказать, ни разу не было, чтобы я ошиблась, потому что так или иначе, любой человек, ну, в школе, он чем-то занимался, и есть такой напор, все равно этот человек занимался, ну, вот, может быть, непрофессионально, может быть, на любительской основе, но такое есть, потому что это уже в крови, быстро адреналин в кровь и, соответственно, уже все вытекающие последствия потом из этого. Что же мы можем, как же мы можем работать с мозгом переговоров, да, ну, вот, чтобы переговоры были эффективными, в рамках эффективных переговоров, основная задача – контролировать хотя бы свой мозг, чтобы не уходить опять в рептилии, не превращаться, там, не убегать сразу, да, искать какие-то конструктивы, то есть мы должны работать на уровне, на его портексе, на уровне нашего головной коры, смотреть варианты, порой фантазировать, потому что белки не фантазируют, чем питаться, да, друзья, их один и тот же, они там орехи едят, не знаю, еще что-то, а люди фантазируют, чем питаться, на что мы уже только не придумали, да, благодаря как раз наличию моего портекса. Поэтому контроль своего, а в жестких переговорах, знаете, какая задача? У нас сложнее, потому что нужно контролировать не только свой мозг, но еще и влиять на мозг оппонента. И когда мы видим в процессе, что человек начинает скатываться на уровень древнего мозга, да, вот рептильного, что нужно сделать в этот момент, а есть определенные инструменты, я их даю в рамках курса, что нужно сделать для того, чтобы человека вернуть опять на уровень человека. Это непросто, но это возможно. Не говорю, опять же, не выражу на 100%, я не знаю, какие там ерунные связи, как там все устроено у человека в голове, не видно. Итак, давайте посмотрим, какие же, в чем успех вообще любых переговоров, не важно, жестких или эффективных, в любом случае нам нужно перевести в эффективные. Вот, знаете, 50% успеха в переговорах, знаете, что? Любых причем. На поверхности. И этого не очень, и не очень любят это делать, особенно россияне, российские переговорщики. 50% успеха – это подготовка. Это не сами переговоры, а подготовка. У нас очень люди любят, вот так с кондачка, ах, я с аэропорта, и сразу переговоры, и все. Ну, во-первых, что же в подготовку входит? Подготовка может быть разная, она там в несколько сегментах идет. Во-первых, это цель переговоров для вас. Вот лично, когда вы идете в переговоры, какой максимум, какой минимум? Что это дает? Это дает уже управление вам, своим же мозгом, потому что вы ищете вариативность, минимум, максимум, а когда вы идете в переговоры, жизнь или смерть, ну, смерть никому не понравится, вы же будете бороться за жизнь, так или иначе, вы сами попадаете в ловушку этих же жестких переговоров. Поэтому, когда вы идете с вариациями, это не означает, что мы эти вариации своему оппоненту начинаем выкладывать. Нет, там тоже есть определенные правила, как выкладывать, и так далее. Но мы готовы, у нас есть, а еще лучше не менее у максимума, а самый лучший способ это хотя бы три варианта. Знаете, наилучший вариант, вот прям вообще, если все будет шоколадно, если все будет идеально, вот, совсем согласятся, то и цель моя в переговорах вот такая. Смотрим минимум. Опять же, для чего минимум? Для того, чтобы мы понимали, когда нужно вообще, в принципе, выйти из переговоров. То есть, когда уже, не с точки зрения ящерки, убежать стыдливо, а когда мы понимаем, что это не тот формат, и нам здесь делать нечего. Выход, цивилизованный выход из переговоров. Не дверью хлопнуть, сказать, сам ты такой, да, вот именно выйти, сказать, ну что ж, пока нам не по пути, не разрывая никаких отношений, вот, всегда успеете, понимаете, земля круглая, за поворотом можем встретиться, поэтому смысл-то в этом, хлопать дверью. Ну и это с себе, сначала подготовка к себе, себя к переговорам. Конечно, еще делается ощущение свое, да, настройка, но и нам нужно собрать информацию о среде этого контакта, с кем будем контактировать. Что это за человек? Максимально, то есть, если мы можем в соцсетях посмотреть, можно. Вы знаете, сейчас в соцсетях как раз очень явно видно, HR пользуется этой технологией, прежде чем взять человека, заглядывать на страничку. При слове, что есть, конечно, этот человек в страничке, в соцсетях. Видно, какую музыку слушать, понимаете, насколько она агрессивная, неагрессивная, какие посты делает, да, о чем. Например, есть такое правило, ни в коем случае нельзя говорить на переговорах о политике, о религии и о спорте. Да, и почему? Да, слишком провокационные темы, ты мгновенно можешь не угадать, один за Спартак, другой, не знаю, еще за что-нибудь, и, в общем-то, разбежались уже, и забыли просто, зачем собирались-то, просто-напросто, вот лишняя информация. Поэтому, если мы узнаем, что точно человек, например, болеет за того-то, того-то, и действительно, знаете, помните, Боярский всегда приходил, вот с шарфиком, что вот он болеет, тогда это можно использовать, но опять же, мы подготавливаем, и мы должны тогда, например, знать, не просто там сказать это слово, этой командой, но знать игроков каких-то, немножко позондировать информацию, в какой они сейчас ситуации, да, то есть вот насколько команда поднялась, не поднялась, да, потому что если вы уж хотите эту эмпатию, эмпатия – это принятие человека, эту эмпатию проявить, то она должна быть пластмассовая, пластмассовость однозначно рептильный мозг, он мне врет, да, он сидит, человек и мне врет, однозначно опять вкручится рептильный мозг, и может начаться давление, поэтому если мы это используем, это должно быть очень качественная информация, дотошная информация, либо тогда ее уж лучше не используйте. Ну, и анализ самого партнера, к примеру, можно узнать, а как он вообще обычно ведет переговоры, что является для него нормой, то есть если вы заранее знаете, что партнер, с которым вам придется, выступать в переговоры, сам по себе агрессивный, вы хотя бы сами психологически к этому готовы, то есть можно к этому и психологически еще вооружиться определенным инструментарием. Были ли, какие у него там слабые места, чем он увлекается, то есть вот эти слабые места, в кавычках, слабыми местами что может быть? Могут быть дети, могут, в общем-то там какой-то агрессивный, там злой начальник, но при этом, когда начинаешь говорить с такими людьми, например, о детях, или у кого-то это животные. У меня на этих переговорах действительно был такой пример, очень жесткий, вообще не улыбался, даже руку не подавал, прям вот никак эмоционально не реагировал, тяжело было разговаривать с человеком, а потом вдруг я заметила, что у него на столе стоит фотография с собакой. Вот, ну просто когда заходила, я вот понимаю, что не устанавливается вот этот рапорт. Рапорт – это самое важное, это установка контакта с человеком. Можно даже дальше не идти, если рапорт не установлен. И я, как между прочим, спросила, скажите, пожалуйста, вот не очень хорошо понимаю, а вот что за порода? Это ваша собака? И он распылся в улыбке, я счастливее человека не видела. Всего-навсего, да, он тут же повернул эту фотографию, начал мне захлёб про неё рассказывать, это силовые структуры, если что, человек из силовых структур, рассказывать, как он её воспитывал, что когда она, короче говоря, вся эта история, и дальше всё, и давление прекратилось, и он начал конструктивно говорить, хотя я вообще ничего об этой породе не знаю, но он мне рассказал, можно сказать, пять минут или там семь минут от Адама и Евы об этой породе, как она там организовывалась и так далее. Поэтому вот такие вот вещи будут, да, дадут вам возможность предотвратить как раз жёсткий переговор. Всего-навсего, понимаете, 50% успеха. Это важно. Что же ещё? Обычно, когда вы подготовились и вступаете в переговоры, я вам уже сказала, вот это рапорт, да, установка контакта, вам нужно как раз протестировать своё настроение, в первую очередь. С каким настроением вы идёте в переговоры? Существует определённая технология. Я рекомендую за час до важных переговоров, то есть когда действительно вы понимаете, что там вопрос очень серьёзный, за час заниматься такой мини-настройкой, что ли, да, вот какой-то ауто-тренинг такой для себя провести, своего настроя на эти переговоры. Ну и, конечно, уже в процессе переговоров вы будете смотреть, как настроен сам собеседник. Это видно по многим показателям, да, это смотреть. Ну, во-первых, чисто для себя. Что нужно сделать? Нужно визуализировать, нужно прожить в голове позитивный формат переговоров. То есть когда вы начинаете искать в голове позитивные, позитивные окончания этих переговоров, на самом деле вы выстраиваете новые нейронные связи, между эмоциональным состоянием, да, поскольку мы говорим о позитивном, то она, соответственно, тогда позитивная будет формироваться. И какие варианты там могут быть. Ну, вот, к примеру, вспомните себя в юности. Когда вам мама там или папа говорили, я надеюсь, что кому-то говорили, приходить в определенное время домой, да, в 10 или кому-то в 11. И у всех родителей были разные. Вот у меня я могла попасть в ситуацию жестких переговоров, если я приду не востоку, во сколько мне мама сказала. Всегда помогала одна и та же техника. Это как раз визуализация позитивного схода переговоров. Как это было? Идешь, понимаешь, что ты уже опоздал, выходя в подъезд, останавливаешься перед дверью и думаешь, так, если мне сейчас она скажет вот так, то я скажу вот это, вот это, вот это, и тогда выкручусь. А если она мне скажет вот так, то я тогда скажу вот это, вот это, вот это, там, помою полы и вынесу мусор, то тогда опять же выкручусь. А если вот так, то есть много вариантов, там, варианта три. И что происходило? Знаете, самое интересное, что происходило практически всегда одно и то же. Звонишь в дверь, открывается, и мама говорит, о, хорошо, что пришла, как раз я тут котлетки пожарила, садись, есть. Ты ешь котлеты и сам думаешь, когда же начнется? Оно не начинается. Вот верите или не верите, но это действительно так работает. Вот эта вот настройка на внутреннее состояние, на ту позитивную атмосферу, которую ты хочешь, да, вот в итоге получить, ее очень чувствуют издалека те ваши партнеры, с которыми вы будете говорить. И когда ты заходишь, ты понимаешь, что, в общем-то, у тебя не задача воевать, у тебя не задача что-то отобрать, а прийти к какому-то консенсусу, да, с человеком, чтобы, в общем-то, дальше можно было жить, работать, ну, как-то существовать вместе. И люди это чувствуют. Потому что, вспоминайте, говорили вам такое, что если вы боитесь, то собака это обязательно почувствует. Да? Когда мы начинаем бежать, а чувствует она адреналин, потому что впрыскивается адреналин, и у собак обоняние гораздо лучше, чем у людей. И получается, что когда мы, как люди, начинаем вести себя страшно нам, да, вот в каком-то негативе, то рептильный мозг через тоже обонятельный канал, конечно, не так, как у собаки, но наш оппонент тоже это чувствует. Может, соответственно, укусить. Можно сказать, сами себя довели до этого. Если говорить о настрое позиции собеседника, то как мы это можем увидеть? Есть такое понятие, как зеркальные нейроны, да, отзеркаливая. То есть вот мы видим человека, и он, например, находится в совсем закрытой позе. Ну, что такое закрытая поза? Это ноги скрещены, да, это руки вот так вот, когда руки сделают, ну, с точки зрения на груди скрестить руки, все знают, что это закрытая поза. Другой вопрос. Когда вы видите оппонента в такой позе, что вы делаете с ним? Ничего не делаете? Констатировали факт. Человек в закрытой позе, еще и не улыбается, такой серьезно-серьезно сидит. И явно как-то недружелюбно. Да, можно пошутить, например, что у вас тут все так грустно. А можно сделать на уровне тела. Во-первых, есть такое правило, сначала нужно стать своим. То есть если такой оппонент у вас вот именно так, сидит, вам нужно сесть в такую же позу. И желательно, чтобы не друг напротив дружки. Вообще переговоры не проводятся друг напротив друга через стол. Всегда это должен быть либо овальный стол и так вот через угол, как я говорю. Лучшая позиция, когда вы сидите у терапевта. Вот приходишь к врачу, ты сидишь через угол. Это самое лучшее, если нет овального стола, то садитесь, сказать, через угол. Чтобы не было барьеров и каких-то ручек, каких-то пеналов, знаете, вот возвышения какие-то там на лошади, некоторые лошадей на стол ставят, еще чего-нибудь. Сейчас вот таких вот вещей не было. Иначе иногда можно так в сердцах рукой махнуть и повалить все. Это моя история. Я валила. А то лучше пространство все-таки себе обезопасить. Так вот, если сидит такой человек, так, садитесь сами, будьте проактивны. Не нужно садиться куда-то далеко, где вам показали нашатающуюся табуреточку. Это тоже жесткий переговор. Он сидит в своем большом кресле, а вам говорят, вот там вот в 10 или 15 метрах на шатающемся стульчике там вот посидите, чего хотите. Или даже не приглашают сесть. Надо быть проактивным. Да, я вижу, что ты жесткий. Но это же проверка. Мы же можем сделать с этим что-то? Можем. Берем стул и несем его туда. Либо предлагаем, предлагаем, вы знаете, для того, чтобы были более быстрее конструктивные переговоры, мне нужно вам здесь вот кое-что показать и буду вам тут вот писать. Можно вас пригласить. Ну, обычно вот в разный стул, то есть можно пригласить за вот этот аппендикс и за него присесть. Или отдельный стол для переговоров. Выходит? Выходит. Самое главное, сделать это. Если все-таки не выходит, значит, садитесь так же. Но это должно быть очень быстро. Потому что если вы слишком долго сядете, то есть вот такая пауза затянется. Вы садитесь в какую же позу? Руки сложили. В этот момент рептильный мозг оппонента говорит, он свой, такой же закрытый, как и я. И не нужно с этим бороться. Затем просто одной рукой берете, например, подаете визитку, да, раскрывая позу. Или там писать начинаете, да, там ручку даете. То есть так или иначе, как только вы раскрываетесь, тут же раскроется человек. И эти эксперименты 20 лет ведут. Даже в метро. Друг напротив друга сидишь, сидит люди закрытые, просто начинаешь сначала полностью тотально копировать. И если он закрытый, а потом тоже открывается, улыбаться, кстати, начинает. Поэтому можно это провести. Поэтому еще важный такой момент, видите, с жесткими только жестко, иначе задавят. Если вам сразу же продуцируют такую жесткость, да, прям вот, с порога, это тоже определенная проверка. Это не означает, что все переговоры такие будут. Это заблуждение, что надо все переговоры потом так вести. Выдержишь? Как руку? Как еще мы можем понять, что, например, жесткие переговоры? Так, руку как тебе жнут? Иногда подаешь руку, а по этикету женщина подает первое мужчине руку, если она не хочет, то, соответственно, мужчина не подает руку. А он тебе и так сжимает, что у тебя косточки уже практически сломались. То есть тебе превосходство показывают сразу. Были такие ситуации? Не были? Ну, слава богу, что не были. Поэтому здесь можно вербализация, опять же, сказать языком. Вот это у вас рукопожатие. Я так понимаю, что переговоры сегодня вы так хорошо к ним приготовились. Будет жестко. Да, такой вот. Я просто говорю. То есть вербализация того, что я вижу. В этот момент, понимаете, знаете, как маленьких детей, когда они играют в прятки. Там, мама, найди меня. Ку-ку-ку-ку. Да, мама, она его сто раз уже увидела, но все равно продолжает искать. Но когда ты только скажешь, что тебя нашли, скажешь, да я и не прятался, я уже перестала играть. И вот здесь происходит точно так же, как детский сад. Как только ты в вербализации говоришь о том, что я так понимаю, судя по виду порокопожатия, вот подготовились к очень жестким переговорам. Тут же начинают толковаться, да нет, извините, что-то я просто не рассчитала и так далее. То есть, в общем-то, все, сняли на свой уровень, на нормальные переговоры. То есть, это нужно, опять же, для того, чтобы не допустить эти жесткие переговоры. Ну, вот в самом начале это сделать. Ну, что ж, что у нас дальше? Какие у нас следующие этапы переговоров? Ну, обычно это какая-то презентация, предложение, да, что мы хотим. И здесь несколько этапов. Это торг. Ну, что значит торг? Про то, что у нас есть как раз, да, и когда мы готовимся, у нас есть минимум и максимум. И мы можем в рамках вот этой вилки поторговаться. По срокам поставки, например, да, или по, если вы выкупаете большую корпорацию, вам нужно договориться там о цене, да, или там еще что-то. Поэтому есть тоже определенные правила, и мы в курсе тоже будем тренироваться там целый блок о том, как правильно торговаться. И не только я сейчас про рубли, или там доллары, да, я имею в виду в концепте договора. Вот есть некий договор, когда переговоры большие именно, так там договор, например, на 40, на 50 листах и будут торговаться по каждому пункту. Вычеркнуть его или не вычеркнуть, или что-то добавить, это же тоже очень важные такие вот моменты. Работать с возражениями и вообще отдельная тематика. К сожалению, российская действительность, то, что я наблюдаю, как только начинаются сопротивления или какие-то там возражения, у нас практически у всех включается мозг рептилии и причем с эмоциями очень. Как ты посмел со мной не согласиться? Или что это такое вообще? Технология очень простая. Очень простая. Если вы посмотрели Владимира Владимировича Путина, он прекрасно ее демонстрирует. Я показываю даже на практике, понятно, сама показываю, и вот как он это делает. Да, это технология, которая спецслужб. В службах используется. Но она прекрасно используется. И каждый переговорщик ее должен знать. И не нужно здесь делать из этого, если вдруг какое-то сопротивление мы видим, что это какая-то трагедия. Держите себя в определенных рамках. Вы же в переговорном процессе. Держите лицо, марку. Ну и, конечно, вот это согласование, то есть вот это предложение, как его согласовать, чтобы приняла и та сторона, и вам было комфортно, да, там не уходить в какой-то минус. Было нагодно и вам. И, соответственно, другой стороне. Иногда простой вопрос, когда слишком демпингуют цены, к примеру. Говорят, нет, вы знаете, вот особенно госзаказы какие-то, когда не тендеры, а вот, ну, что-то там в рамках. Вы знаете, вот за такую цену мы купим бесповоротно. и задаешь вопрос, вот скажите, пожалуйста, это долгосрочно, вам один раз это нужно? Нет. Вы хотите каждый раз искать нового, вот, поставщика? Нет. А скажите, пожалуйста, если каждый поставщик, вот, ну, понимаете, есть реальная стоимость, да, есть вообще рентабельность, в конце концов. Если всегда будут поставщики вам продавать ниже там за бестоимость и не зарабатывать ничего, смогут ли они с вами долго сотрудничать? Вообще, в принципе сотрудничать? Не только с вами, а в принципе, да? Если они будут каждый раз уходить в минус? Нет. Тогда какой смысл демпинговать настолько цены, что просто подписываешь себе смерть, смертный приговор? Да нет никаких. Что подразумевается под работой с возражениями? Это сопротивление. То есть, когда вы, например, делаете какое-то предложение, мы предлагаем вариант решения вопроса в такие-то сроки, когда это проектная команда или еще что-то. Не важно. Вообще, тематика не имеет значения, потому что эта технология, она единая для любой тематики. Либо вы вербуете как агент ЦРУ какого-то человека, либо вы продаете какой-то продукт, либо вы как юрист, два юриста, например, ведете полемику в рамках одного какого-то контракта, совершенно не имеет никакого значения, что это. Это некие возражения, как вести себя, когда человек говорит, нет, а я с этим не согласен. И вот что дальше делать? Что-то определенная технология. И очень простая, всего три шага. Ну что ж, и когда в окончании переговоров что у нас здесь? Основная задача все-таки выйти на решение этой задачи. И желательно, чтобы это был win-win. Даже когда пример сейчас рассказывала, если вы хотите долго сотрудничать, то оно же должно быть продуктивно, чтобы и нам это было выгодно, и вам выгодно. А так это игра в одни ворота. В общем-то уже подружились. Что мы можем еще в окончании переговоров? Это тоже вариация, понимаете, когда мы понимаем, что нам нужно взять тайм-аут. Просто отсрочка. Иногда пыл страстей настолько зашкаливает, как говорят, и в этот момент человек явно не человек. Вспоминаем строение мозга. То нужно взять тайм-аут. И видя это, зная технологии переговоров, родственных переговоров, вы можете, да, конечно, вы можете как раз быть проактивным и сказать, знаете, давайте, как-то ситуация накалилась, давайте хоть воды попьем или чайку попьем. Вы знаете, всегда хорошо работает. В конце концов, если прям совсем накалилась, есть такое универсальное средство разлить воду, стакан с водой. Ну, как бы случайно. Ну, махнуть рукавом, так по столу, и весь пыл, знаете, как получается взрыв какой-то, исходя из этого стакана, начинают искать какие-то салфетки, прятать бумаги эти, поднимать и так далее. И, в общем-то, после этого более-менее нормально люди разговаривают. Ну, то есть не может быть постоянно огромное количество адреналина в крови, так или иначе, там всплеск и потом начинает падать. Для того, чтобы вот эта пауза была какая-то, нужно научиться видеть, где нужно сделать паузу. И совершенно спокойно говорите об этом, что вам нужно, например, пауза. Перейти на, например, сделать паузу не просто сейчас, а перейти на следующий уровень переговоров. Например, зафиксировать. Очень важно в окончании переговоров, когда мы берем тайм-аут, обязательно вести, ну, я вообще не понимаю переговоры без протокола, если честно. Я везде все пишу, даже на семейном совете. Ну, переговоры там, где проведем отпуск. Это листочек, и мы там вот пишем. Ну, во-первых, это бесконфликтная среда, однозначно, на листочек злиться никто не будет, если все в порядке с головой, это бесполезно. Вот. Технология прекрасно работает. И вы по протоколу ведете, например, мы сегодня договорились, давайте подытожим. Ребята, мы уже там два часа сидим, да, там вот, мы у нас прекрасны, даже несмотря на то, что уже некая агрессия пошла, мы прекрасно сегодня первый этап переговоров провели. Можем мы так сказать? Конечно, можем. А давайте подытожим сегодняшний переговор. Мы договорились по пункту 1, по пункту 2, и по пункту 3. И у нас еще остался там спорный вариант, пункт номер 4 и 5. Предлагаю встретиться, например, там завтра в это же время, или послезавтра, или еще, да, там какую-то дату назначаем. И важно, чтобы по итогам этих переговоров, например, если это, ну, в принципе, в любом формате, совершенно спокойно можете написать потом письмо всем участникам переговоров, написать вот этот протокол, как бы вот, и так, коллеги, благодарю. Обязательно, вот, ну, это такие гарморские технологии, когда все-таки не важно, как переговоры шли, да, вот в процессе, они всегда благодарны. То есть, вот я выхожу из переговоров, например, если это европейцы, то придет смс-ка, вот, ты выходишь, и буквально там через 10 минут, то есть, вот, люди тут же начинают благодарить. Благодарим за конструктивные там переговоры, за то, что мы смогли там, вот, договориться по важнейшим пунктам, ждем там на втором раунде переговоров. В Европе совершенно спокойно несколько этапов переговоров, никто не стоит у тебя, пришел, увидит, победил. Да не всегда эта технология нужна. Совсем не всегда. Мыслите несколько, стратегически дальше мыслите. В любом. Проще будет. Ведь, понимаете, ваша репутация, она будет бежать впереди вас. Если у вас будет репутация жесткого, беспринципного такого вот переговорщика, ну, никто не будет с вами потом сотрудничать. Это же проблема с бизнесом, это проблема с работой, это проблема с карьерой в том числе. Потому что везде нужно договариваться, при любых условиях. Да? Поэтому написали смс-ку или написали такой короткий а-ля из протокола письмо, что договорились о том-то, том-то, там, следующий раунд, тогда-то, тогда-то. Все. И когда вы приходите на следующий раунд, у вас есть тот протокол. И лучше быть, опять же, проактивным. Не ждите, что кто-то этот протокол будет вести. Ведите сами. Это просто лист бумаги. Это не то, что какая-то там бумаженция какая-то страшная, где-то ее нужно взять. Где, говорит, бланк взять протокол введения переговоров? Я говорю, ну, вот А4, возьми и ручку. Это будет у тебя протокол. Бланка нет. Ну, лично у меня нет какого-то стандартного бланка. Всегда это вот просто на листе. И тогда у вас, опять же, с позитивом настроения, помните, да, вот этот настрой очень важен. Когда вы начинаете переговор с позитива. Итак, коллеги, я хочу вас всех поздравить. На прошлых переговорах мы уверенно договорились о трех пунктах. И начинаем с позитива. Мы договорились об этом, об этом, об этом. Сегодня нам нужно только договориться вот о двух пунктах. И причем, да, это сейчас тоже с моей стороны некая манипуляция. Потому что, помните, я говорила, жестких переговоров важно влиять не только на свой мозг, контролировать его, но и влиять на мозг оппонента. И то, что я сейчас вам продемонстрирую, это влияние. Я же умышленно это делаю в позитивном наклонении. Но при этом, понимаете, есть разная манипуляция. Когда ты вредишь человеку, и когда ты, наоборот, помогаешь ему. Вот для меня такие манипуляции. Ведь доктор тоже делает манипуляции. Что есть операция? Это манипуляция там с чем-то. То есть, в принципе, само слово манипуляции, это не негативный формат. Манипуляция – это какое-то действие, а не бездействие. Ну и бывает еще в окончании переговоров, когда есть обострение, то есть такой проигрыш одной из сторон, когда признали это. Ну вот все, больше никак. И так тоже могут закончиться переговоры. Я вам в самом начале говорила об этом, что, в общем-то, не всегда, даже при хороших навыках, при всех знаниях, всех технологий, не всегда есть возможность в переговорах закончить их там вин-вин. Иногда они просто не начинаются. Рапорт не установишь. То есть ты вот, ты даже не вступил в процесс переговоров, но при этом тогда и не суди себя строго, что ты проиграл. Часто же эмоциональное составление, ты думаешь, как так-то? Я даже не успел поговорить, и такая грусть, вот я не справился с переговорами. Их не было. Успокойся. Их просто не было. Это тоже важно. И я буду давать техники, как регулировать себя после выхода из переговоров, для того, чтобы, знаете, перфекционизмом не страдать, потому что это признано уже болезнью. Итак, что же можно делать, когда жесткие переговоры предопределены? То есть мы заранее знаем, вот как на этой картинке. Итак, во-первых, создать внутреннюю установку. Первое. Я уважаю своего партнера, потому что если мы начнем накручивать свой мозг, эмоционально накручивать, вот он такой сякой, он там вот всегда вот то-то-то, мы и вступим в переговоры, вот что он такой сякой. Вы знаете, вот когда есть клиентская служба во многих банках, там еще в разных организациях, именно по борьбе с клиентами, как это называют, клиентская служба, которая как раз отвечает на всякие жалобы, то есть там очень часто как раз жесткие переговоры. То есть вся работа этих людей состоит в том, что как они возьмут трубку, и там начинается пи-пи-пи-пи, да, в разных интонациях. И вот очень важно в таком колл-центре, ну или если даже не колл-центр, а реальный человек, иметь такого человека с внутренней установкой, что он любит этих клиентов, они действительно дорогие, и это внутренне чувствуется. Вот как только приходит такой человек, эта эмпатия, вот она действительно пронизывает вот эту энергию людей, и они перестают ругаться. Быстро. Моментально. И вот эта вот работа, да, вот для кого еще курс, помимо там переговорщиков, это для тех людей, у которых вся работа связана с тем, что на них постоянно как-то давят, да, с какой-то агрессией, да, вот как вот содержать. Она полюбить, несмотря, вот хоть какой он придет. Да, это вот когда любые родители, ну, придет ребенок там где-то измазался, чумазый, мы его все равно любим, даже если чуть-чуть начинаем ругаться, все равно любим. И вот клиентов там или оппонентов, да, с кем-то разговариваешь, может быть, не про любовь, а про уважение, да, я, конечно, там, любить мы не обязаны там всех подряд, а вот уважение как личности, как его персоны, что мы уважаем его мнение, что оно у него имеет место быть. Когда мы уважаем человека, это уже некий такой блок ставится в том, чтобы к нам относились по-другому. Ну, и, конечно, создать внутреннее убеждение, что я уважаю себя. В эффективных переговорах мы говорим о позиции я плюс, ты плюс. То есть каждый должен быть из участников переговоров в плюсе, в ресурсном состоянии. Что значит ресурсном состоянии? Чувствовать себя хорошо, чувствовать себя уверенно, чувствовать себя компетентно. И даже если он в чем-то некомпетентен, потому что ни один человек не может быть компетентен во всех вопросах, которые обсуждается в переговорах. Совершенно спокойно взять тайм-аут и сказать, а вот этот вопрос я обсужу с нашим юрисконсультом. И мы, соответственно, в следующий раз, или мы позовем на следующий переговор, давайте позовем там специалистов именно по этому вопросу. И вот эта возможность признать, я уважаю себя, и человек, который говорит, ну, знаете, да, какой интересный вопрос он мне задал, надо обязательно почитать, я сейчас не готова ответить на него. Вот эта возможность, смелость признать в переговорах, что вы не все знаете, это тоже дорогого стоит, очень часто люди этим манипулируют. Вот специально начну сейчас говорить слова, лингвистические такие манипуляции, слова, которые вам непонятны. А вы будете сидеть, и у меня головой махать, хотя я точно знаю, что вы их не знаете, например. И что я делаю? Несколько обнуляю, да, то есть человек такой, я не понимаю это слово. Обычно в предложении, если хотя бы одно слово не понимаешь, ты уже дальше в контексте не можешь понять. И специально делают так, да. И говорю, а здесь одно, стоп, подождите секундочку. Вы сказали в прошлом предложении вот это. Что вы имели в виду под этим? Не обязательно признаваться, что я не знаю, ну-ка переведите мне это слово. А может быть и перевести, потому что иногда начинают разговаривать на каком-то другом языке. Да, ну там, английское слово. Вы не обязаны знать все языки мира. Вы даже не обязаны знать английский, если вы ведете переговоры на русском. Обязательно потребовать вот эту вот силу воли, потребовать, что переведите. Ну и положение собственного тела. Да, вот когда мы понимаем, что мы идем в переговоры, заведомо зная, что там будут давить, то как вы себя будете вести? Вот видите на картинке. Хозяин или проситель. Как положение тела у хозяина? Да, это выпрямленная спина, это сведенную лопатки назад, грудь вперед, немножко поднятый бородок. И вы в этом плане уверены. Мы даже делали упражнение такое, как вот попробуйте сейчас сесть ровненько на стульчик. Да. И вот не облокачиваясь назад, а вот ровненько чуть подать вперед тело, сказать, я готов. А теперь назад, чуть назад. Я слушаю вас. Что хочется сказать в таком положении? Ты здесь хозяин. Но при этом, когда мы вперед чуть подаемся, мы вперед и вверх. Я готов вас слушать. То есть вот такая готовность есть. Но там нет позы просителей. По запросителе, она обычно там постучать в дверь, заглянуть одним глазком и сказать, можно, да. Все уже понятно. Уже тут, почему, говорит, на меня жесткие переговоры, там вот так вот постоянно. Ну, потому что так себя ведем. Ну, и хочу зачитать вам такую, о боже, как это сказать, да. Притчу, да. Однажды император захотел узнать, кто самый лучший воин в империи и устроил соревнования. И только три воина прошли все испытания, и никто не сказал бы, что один из ведущих, один лучше другого, да. Все три победили. И тогда император сказал, ну, надо же выбрать одного победителя. Пусть каждый из вас встанет в центр толпы, и толпа будет бросать, кидать в него камни. Вот кто выживет, тот и лучший. Первый вышел, и он отбил все камни мечом. А второй вышел, смог уклониться от всех камней, да, такой вот подвижный. А третий вышел, и никто не стал бросать у него камни. И кто же из них лучший? Вы знаете, это задача максимум. Мы сейчас дойдем до этого. Я люблю эту притчу. Итак, что же мы можем добиться, когда на нас давят или манипулируют? Ну, вот задача минимум, это просто сохранить свое внутреннее состояние. Мы не всегда в жестких переговорах можем отстаивать что-то, да. Но как минимум, задача минимум сохранить свое внутреннее состояние. Что это такое? Это когда вы вышли из переговоров, и вы уже об этом не думаете. Неважно, что там было, как. И вы можете совершенно спокойно переключиться на другое дело. А не то, что вы придете домой и не можете уснуть, потому что пони бегают по кругу. Надо было так сказать. Нет, надо было так сказать. А я ему в следующий раз вот так. А если я вот это... И все, и сна нет. Так до утра. Да, утром идти на работу. Это как раз... Вот как блокировать это. Задача средней сложности – это в переговорах жестких продолжать продвигать свою позицию. То есть несмотря на то, что тебя давят, ты говоришь о том, что ты сюда пришел и что ты хочешь, да, там, презентацию, не знаю, что-то заявить о себе, там, еще что-то. То есть несмотря ни на что, ты уже... У тебя задача средней сложности. Задача максимум – перевести переговоры вообще в нормальные, в конструктивные, чтобы человек превратился в человека на уровне неокортекса, мы все-таки начали общаться. Но есть еще задача супермаксимум. Это как в той притче. Научиться подавать себя так, чтобы вообще методы, я имею в виду жесткие переговоры, вообще просто не применялись. Но это уже задача супермаксимум. И поэтому, когда, вот даже сейчас, по итогам этого вебинара, например, у вас завтра переговоры, просто выйдите, вот когда вы выходите из переговоров, и вы можете поставить себе некую оценку, с какой задачей вы справились. Может оказаться, что он говорит, ой, я же все равно, я вот ему говорил, что надо повысить зарплату, он меня не услышал, вот все, я проиграл. Ничего не проиграл. Ты задачу средней сложности сделал. Ты сохранил свое внутреннее состояние, плюс еще ты смог в переговорах продвигать свою позицию. Все хорошо у тебя. Все замечательно. Иди дальше, делай. Итак, что задача, как задачу минимум можно сделать, да? Раскрою вам немножко карты. Ну, во-первых, чтобы сохранить свое внутреннее состояние, нужно принять просто сам факт жестких переговоров. Всего-навсего. Он, что они существуют. И не надо никого винить, вот как же так, это что-то со мной не так, на меня вот так давят и так далее. Просто примите, они есть, и люди разные бывают. У кого-то это просто привычка, у него другой привычки нет. Он по-другому не умеет разговаривать. И когда таким делаешь замечание, я говорю, а можно чуть потише, у меня все в порядке со слухом, я к Лору недавно ходила, сказал, что все отлично. Я же не ору, я так разговариваю. Ну, в общем-то, привычка у людей. Что еще мы можем сделать? Это нацеленностный результат. Когда мы имеем альтернативы какие-то, то есть мы можем, альтернатива, выйти из переговоров. Можем? Можем. Ядерная бомба не упадет, если мы выйдем из переговоров? Я надеюсь, что нет здесь таких, у кого от переговоров зависит вообще мир весь. Ну, и, конечно, когда мы имеем альтернативу и стараемся не слишком зависеть от предмета конфликта, то это помогает нам сохранить внутренний состояние. Ну, хорошо, я попытку сделала, замечательно, идем дальше, двигаемся дальше. А вот юризм. Знаете, вот когда к переговорам, в принципе, относишься как к Глеб, ну, мы же вот играем в компьютерные игры, кто-то играет, да, кто-то там еще вот в шахматы, в шашки, такие спокойные игры. И что это? Игра. Волосы на себя не рвем, если мы проиграем в шашки ребенку или еще кому-нибудь. Не рвем. И что мы еще можем сделать для задачи минимум? Это такую проактивность. То есть нам нужно думать не о том, что делают с вами, а о том, что делаете вы и каковы ваши ответные шаги. То есть вот прям, знаете, я не просто так сейчас пример привела про шашки или шахматы. Вот представьте, перед вами поле, и вы играете в шахматы. И вы передвигаете фигуры. Есть определенные правила, да, как можно ходить, и как нельзя. Кто кого может съесть, и кто кого не может съесть. Правильно? Так? Если коротко объяснить, что такое шахматы. Так вот, когда мы получаем какой-то ход от оппонента, мы в этот момент что, сидим и злимся? Ты что такое вот? Ну, это вряд ли ты хорошо в шахматы играешь тогда, если ты злишься каждый раз. Ты мою пешку съел. Ну, просто спокойно сидим. Ага, так. Если он сюда поставил, если пешка здесь. И начинаем много вариантов настигать, да? На несколько шагов вперед. Ага, а вот сюда. И понимаете, здесь нет вот этого желания жестких конфликтов. Это такая тихая охота. Тихая игра. Ведь на самом деле в переговорах можно сделать то же самое. Он сделал вот этот выход. Угу, хорошо. И знаете, в шахматах есть тайминг. И там совершенно спокойно один ждет другого, когда он подумает и решит, какой ход делать. Почему мы в словесных переговорах этого не делаем. Там те же самые правила. Причем очень хорошо блокируют и хорошо сохраняют свое внутреннее состояние сами переговорщики. Секретов нет. Это просто игра. Ты вышел и продолжаешь там жить своей жизнью. Ну, и стараться переключаться, как только обсуждение с оппонентом закончится. Очень важный момент, особенно в корпоративном формате, когда, например, считают, что после переговоров надо весь этот негатив, все, что вы там увидели, услышали, еще поделиться с 10, а лучше с 20 коллегами, испортить всем вообще настроение, что это мне одно плохо. Сейчас испорчу всем и обмусоливать это целый день. В итоге вы только культивируете негатив и, соответственно, ничего интересного не происходит в этот момент, кроме того, что вы не учнете и, возможно, еще и не будут работать те коллеги, которым вы поделились этим негативом. Поэтому когда меня спрашивают, а как же, надо же проанализировать, я говорю, с 20 коллегами надо проанализировать, которые вообще не в теме, никакого отношения не имеют к этому, смысл-то в этом. Проанализируйте сами лучше на бумаге, то есть если с вами никто не присутствовал, кто может. Вы же все равно свою интерпретацию только рассказываете, как там было в переговорах. Я анализирую переговоры, например, в своем бизнесе, то есть у своих переговорщиков, я вообще не спрашиваю, как прошли переговоры, и чтобы они мне их пересказывали. Либо есть аудиозапись, и я ее слушаю, и тогда это будет конструктивно, и тогда я смогу дать обратную связь. Либо он должен сам сесть и себе по, опять же, у меня есть протокол переговорщика, когда сам себя переговорщик может оценить, вошел ли он в рапорт или нет, получилось у него или нет, то есть прям по этапам, где получилось так, что он позволил, например, чтобы жесткие переговоры применились. Или он, наоборот, применил жесткие переговоры и задавил, например, кого-то, а тоже не получится конструктивно, если ты кого-то давишь. Поэтому, как только вы вышли из переговоров, сделали анализ, лучше в письменном виде, чтобы не наступать на эти грабли дальше, и все, и дальше вы занимаетесь другими делами. Все. Есть такая у меня поговорка, проснись занятым. У тебя должен быть день настолько расписан, что у тебя там нет времени обмусоливать с двадцатью коллегами. Просто нет. И тогда, знаете, как-то тихо, спокойно живется и, в общем-то, ресурсно. И как добиваться этих задач? Первое правило. Знаете, какое? Вот всех вот предыдущих сайт, как этого добиться? Правило простое. Практика, практика, практика. И поэтому любой курс, он должен быть в контексте тренинга, да, вот реальные фотографии с курса, когда мы, что мы применяем? Это и демонстрация, и отработка различных психологических техник. Это самостоятельная работа, когда я письменно прошу подготовиться к переговорам. Сначала, опять же, мы тренируем эту подготовку. Когда мы работаем в парах или там в мини-группах, когда разбираем конкретные ситуации и когда это видно со стороны. Действительно, даже за короткие занятия очень сильно продвигают. У меня слушатели дают обратную связь. Я всегда благодарю за обратную связь, когда прошло, например, полгода уже после тренинга. И когда у меня один из слушателей недавно написал, что никогда не торговалась вообще эта женщина, он говорит, я всегда считала, что это ниже своего достоинства, где-то там просить скидки. Ну просто вот я говорю, вот и сейчас она и в переговорах тогда не торговалась, понимаете? Я говорю, начните с малого. Вот вы что-то покупаете? Она говорит, я покупала кухню, очень дорогую кухню, ну себе домой. И написала мне, я впервые в жизни, женщине там порядка 50 лет, впервые в жизни торговалась на 400 евро. Я, говорит, три раза спросила, просила, они говорят, нет, нет, нет. Я уже хотела сдаться, как обычно. А потом вспомнила ваши слова с курса и сказала, пока не надоест, сколько нужно отрабатывать сопротивление, пока не надоест. Там нет такого числа. Говорит, я думаю, мне еще не надоело. И когда я, говорит, там, не знаю, четвертый раз сказала, вот я хочу вот столько, а давайте вот столько, я говорю, ну хорошо. Поэтому, говорит, всегда бывает, что это впервые. Что будет на курсе? Опять же, определение, что такое переговоры и отличия. Мы даже сегодня немножко открыли эту тему, да. Какие приемы жестких переговоров, как противодействовать жестким переговорам. Это в практике. Это вот не просто, как сегодня, да, мы просто познакомились с какие-то такие вещи. А там вы будете именно практиковаться сами. Вот, сделал, дала вам инструмент. Будьте любезны теперь показать, как вы поняли. Потому что вариант, с учетом, что я действующий руководитель, у меня не бывает так. Понял? Ну иди делай. Будет так. Понял? А теперь покажи, как понял. Тоже не обессудьте. Если придете на курс, то буду смотреть. Ну и, соответственно, как сохранить внутреннее состояние вот эти вот, как эти коммуникации использовать, какие, а как аргументировать и контраргументировать, как на любой аргумент находить. Потому что вот эта работа с сопротивлением и возражениями как раз для того, чтобы тебе сказали, а как это в ответ сказать, так, чтобы и не включать жесткие переговоры, но и при этом самому не попасть в просад. Все, что целый блок противодействия манипуляциям в переговорах, торг, как перевести в конструктивные и как превратить давление. Заметили, что вся программа выстроена как раз по тем четырем пунктам, которые я говорила, по тем задачам. Первая задача минимум какая? Не убежать. Не убежать. Сохранить свое внутреннее состояние. Второе. Продолжать продвигать позицию, да, средней сложности. Третье. Задача максимум. Перевести в конструктив. И, соответственно, задача супер максимум сделать так, чтобы на вас вообще не давили. Не привлекались вот такие вот технологии. Ну и ближайшие даты, которые я с удовольствием вас приглашаю, это 6 сентября. Старт. Это всего 4 вечера. 4 занятия. С 18.30 до 21.30. Ну и тоже вам так вот с юмором, несмотря на то, что тема жесткие переговоры, выбирали наш центр специалистов, ведущего поставщика образовательных услуг. Электронный адрес и телефон у вас сейчас на слайде. Ну и как в известном фильме, киногерой, который здесь запечатлен, да пребудет с вами сила. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!